21-е зимние сельские спортивные игры стартовали в Татарском районе в программе Биатлон, лыжные гонки, хоккей, шорт-трек. Участником спортивных соревнований стал и губернатор Новосибирской области. Подробности в следующем сюжете. В выходные в Татарск съехались спортсмены со всей области. Соревнуются лыжники, биатлонисты, хоккеисты. Это уже 21-е игры, а многие побеждают впервые. Например, вратарь Бирской хоккейной команды. Я не так давно участвую за Бирск. Второй раз. Мне говорили, вроде вообще, мы первый раз за 10 лет чик обыграли. Ну и о сельские игры, я даже не знаю, мне даже не говорили, когда мы их выигрывали. Приятно быть чемпионом. Мы еще не чемпионы, завтра последняя игра. Уже все? Уже все, да. Ну, спасибо, что сказали. Приятно. Участником соревнований стали губернатор Новосибирской области и председатель законодательного собрания. Результаты впечатляют. Для спортивных игр в Татарске созданы все условия. Местному ледовому дворцу могут позавидовать даже большие города. Вчера играли здесь на территории, где проводятся 21-е зимние игры спортивные. Как хозяева показали результаты по хоккею и шайбе. Конечно, это поражает. Это, конечно, увлеченность молодежи. Это очень здорово. Губернатор побывал и в новом детском саду с бассейном. Сюда ходят 220 ребят. Его открыли совсем недавно, в декабре. Для местных жителей это настоящий праздник. Детсад уникален тем, что себестоимость одного места для ребенка ниже, чем в других подобных учреждениях. Экономика. 625 тысяч рублей новое место. Это хорошее. Поэтому я уже для себя, да, в задание приеду. Вот этот типовой проект брать как типовой для привязки других территорий. Чувствуется, корректив педагогов вложил свою душу, знаете, родительскую. Очень хорошо обустроены, с какой-то изюминкой. Каждая спаленка, каждая группа имеет свою особенность. А в местном реабилитационном центре обучают подростков из 17 районов области. Все они из неблагополучных семей. Многие сбегают из дома. За пять лет через центр прошли полторы тысячи детей. 90% из них после посещения центра возвращаются в семьи. Свои или приемные. Елена Щербакова, Михаил Дорошенко, Андрей Дулепов. Новости ОТС.